Валерий Георгиевич, поделись, пожалуйста, своими первыми впечатлениями о матче, а потом будут вопросы. Впечатления, впечатления, как ни странно, ни странно, очень хорошие. Ребят поздравил и поздравляю еще раз с этой игрой. Одна команда играла с одного момента, другая в штрафную зашла один раз, забила руку, но во втором было то же самое. Одна команда играла, вторая команда в штрафную зашла. Футбол, мы играли так всегда, как сегодня, на том месте, где мы сейчас находимся. Ребята поздравить, по игре, те, кто видел игру, моменты, уж трудно в этой паре, что Петр Майор проиграл в этой игре. Чего сегодня не хватило вашим нападающим? Исполнительского мастерства. Мне не хватило исполнить те моменты, которые были, даже пенальти. Мы сегодня забили пенальти, и игру могли бы еще и выиграть, естественно. Можно говорить о том, что один из лучших матчей в вашей команде был, несмотря на результат? Да, однозначно, можно сказать. В Альбеевиче остается, в Альбееве и в второй лиге. Значит, в второй лиге посмотрим еще, и мы останемся. Олег Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот вам удалось все-таки поработать не только, допустим, в российском чемпионате, вы также работаете во второй лиге в Испании, сейчас работаете в ПНЛ, тоже в России. По вашему мнению, уровень, в первую очередь, что в первую очередь отличает? Две лиги, может быть, по профессионализму, может быть, по атмосфере? Что-то можно для себя выделить? Как и все, любую лигу, помимо инфраструктуры, там уже меньше зависит от команды, конечно, инфраструктура. В высшей лиге, так скажем, Испании и у нас там пока еще на разных формах, то же самое оно еще касается. И вторых, но самое главное отличие, естественно, это уровень игроков. У уровень игроков, допустим, если говорить премьер-лиги российской и премьер-испанской, в этом различие, то же самое уровень игроков. Второй испанской лиги с уровнем игроков – ФНЛ. И в лучшую сторону, к сожалению, у нас. Если бы, собственно говоря, нынешний состав вы имели бы с начала чемпионата, все-таки вы думаете, что за какие выставы могло бы бороться? Средняя, хорошая, добротная, средняя команда была. Какие ассоциации у вас в Воронеже, где вы в 89-м году к составе факела провели? Да. Ассоциации? Ну, ассоциации с этим больше всего стадионом, естественно, связаны. Просто стадион не особо, по-моему, изменился, по-моему, тут кресло изменили. Если мне память не изменяет. Поддержка? Плюс раздевалки. Такая же осталась? Честно говоря, мне кажется, что она больше ходила в город. Не знаю. Вы город успели посмотреть? Потому что в одном из интервью вы говорили, что вы мальчишкой 20-летним только на базе были в те годы и все. А, собственно, города не видели. Ну, и ровно плюс-минус то же самое сейчас, то, что было из окна автобуса и из гостиницы. Но, опять же, не знаю, изменилось или нет, так как в 89-м году не очень помню, как город ходил. Игорь Ильич, насколько закономерно лидирующая группа ФНЛ в сезоне, в нынешнем, то есть все по делу получается? Да, и к официальному лицу. В принципе, да, все по делу. Все команды, которые вверху находятся, в принципе, они там и должны были находиться. Опять же, организация игры есть у двух-трех команд. Так как у кого-то она есть, у других за счет уровня игроков. Игроки собраны. Они плохие, поэтому команда не легла. Валерий Ильич, большая часть чемпионата уже пройдена. Можете сказать, что прошедший сезон в первой лиге, ну, почти практически прошедший, что вам как тренер отдал? То есть у вас уже опыт в премьер-лиге, есть опыт в фейнл? Что в фейнл сезон, да, почти прошедший? Ну, самое главное, естественно, это дал пищу, то есть знание, опыт работы с игроками более низкого уровня. То есть то, что можно давать десятикласснику упражнения какие-то или экзамены. Десятикласснику, то для пятиклассника, естественно, он эти экзамены не задал. Поэтому просить у игроков те вещи, которые, условно, можешь просить в премьер-лиге. Естественно, просить не надо больше. Понятно, что этого где-то не выполнится. Это проблема тренера. Валерий Григорьевич, а мотивировать футболисты все-таки легче в ФНЛ или в премьер-лиге именно по уровню? То же самое. Насколько клубная эта структура «Армавира» готова к ФНЛ, потому что команда сейчас идет на понижение вообще на этом уровне чисто теоретически через год-два. Может она держаться за что-то более высокое дальше? Сейчас с марта месяца уже появилась нормальная стадина, нормальная условия для работы до первого марта. В первой части чемпионата ничего не было. Сейчас есть великолепное поле, великолепные условия. Так что для ФНЛ как минимум уже условия есть, но у клуба задачи стоят не только ФНЛ. Соответственно, инфраструктура тоже год через 3-4 должна быть, не как ФНЛ даже. Предполагали мы, что игра будет тяжелая. Так, собственно, и произошло, потому что команда «Торпедо» решает свои турнирные задачи. Сохранить прописку футбольной национальной лиги. И те 5 турок, которые оставались, у них и до сих пор остаются, скажем так, призрачные теоретические шансы. Поэтому мы понимали, что будет тяжелая игра, будет много борьбы. Много борьбы и готовились к этой игре. Что касаемо самой игры, считаю, результат матча закономерен. Закономерен то, что мы победили, больше создали, реализовали. Если брать, расчленить первый и второй тайм, то, скажем так, первый тайм не совсем убедительно мы выглядели. Убедительно, не совсем убедительно, вот именно в организации игры в средней части поля. Поэтому и были сделаны замечания в перерыве средней линии. Проиграли мы подбор, недостаточно динамики было при развитии наших действий атакующих. Мы требовали, чтобы среднюю часть поля и завершающая стадия на максимальной скорости работали. Очень много технического брака было. Ну и, скажем так, при оборонительных действиях особых шансов мы не дали. Но были такие моменты, где нужно было более хладнокровно сыграть. Там срезки, киксы по первому тайму все. Второй тайм прибавили в движение, более целостно стала игра. И, собственно, довели до логического завершения, до победы. Я всех и поздравляю. Благодарен ребятам, что проявили их характер. Тяжело. В таком режиме у нас, вы знаете, кадровые проблемы большие. Обоему у нас уже с 25 человек было. Семнадцати сократилось. Некоторые ребята с травмами выходили. И те заявки, кто был тоже не в оптимальном состоянии. Поэтому я ребятам благодарен за игру и за результат. Вы сегодня в два нападающих. У нас, собственно, и продолжили дальше. Но второй домашний матч уже, в общем-то, пока не выглядит неубедительно. Почему тандем Касьян-Бирюков в основе пока не упускается? Ну, я уже до этого говорил, что тандем Касьян-Бирюков – это наш ударный тандем. Да, и те матчи, которые они проводили, не совсем удачно. Книша сегодня вышел на замену, первым касанием забил. Будем надеяться на то, что отправной точкой будет и он начнет забивать. Мы учитывали стандартное положение, мы учитывали габариты команды соперника. С учетом этого, что очень головой сильнее играется и надеялись на то, что в этом компоненте он принесет нам пользу определенную. И за мяч будет сохранять мяч с Касьяном. Более мощная такая пара. Но, к великому сожалению, не совсем удачно он сыграл. Поэтому вынужденная замена была в перерыве. То же самое, что я сказал игрокам в средней части поля. Много потерь было в элементарных ситуациях. Не сохранял мяч. Но это объяснимо. Потому что молодой парень только начинает на таком уровне играть. Задатки есть. Будем надеяться на то, что он будет прогрессировать. Осипенко пока никак не может вклиниться в силу своих. Осипенко тренируется. Очень хорошо тренируется. Но пока сочетание на сегодняшний день, сочетание Бурнаш и Степанец считаем более оптимальным на сегодняшний день. Хотя и здесь есть проблемы. Небольшие, но есть проблемы. Сегодня, допустим, таких грубых тактических ошибок в центральной зоне, которые были со Спартаком, сегодня уже этого не было. Работаем на тренировках. Шлифуем эти действия. Максим Тосикенко находится в обои. В любой момент он готов выйти и помочь команде. Кто из больных до конца сезона еще сможет усилить Факер? В каком состоянии он сейчас находится? Ну точно. Я могу сказать, кто точно не усилит. Точно не усилит. Ну, Саша и Дутов сделали операцию 26 числа на коленном суставе. Все, 6 числа там снимут швы. Но до конца сезона, естественно, он не появится. Есть такая, завтра заключение доктор даст. Возможно, приступит к работе в общей группе Альша. Возможно. Но у него мы попробовали до этого. Он вроде бы как залечился, вышел и на первой же тренировке усугубил травму. Но сейчас завтра доктор даст заключение. Возможно, что он подойдет. Начал, начнет тренироваться в общей группе после приезда Гридниев. Гридниев начнет в общей группе тренироваться. Пока. Такова картина на следующий день. Вы напомните, правда, выход в стыки, он уже практически нереальный. Но все-таки еще как у Адпедра Мавиев. Такая ситуация у них вылет на стыке, да. Все-таки какая-то задача сохраняется перед командой. Я считаю, что когда сохраняются какие-то шансы, да, их нужно использовать по полной и до конца. И до конца. С учетом результатов сегодняшней игры Астрахани, они потеряли 2 очка. Разрыв 6 очков. 4 игры разыгрываются 12 очков, да. Нереального в этой жизни, я считаю, что когда шансов не будет никаких, тогда я скажу, что нереально. А так мы будем играть в каждой игре, наверное, стараться играть на победу. Как получится вообще. Надеюсь на хороший, благоприятный исход и достойное окончание чемпионата. А вот тогда, с первым таймом, она прежде всего с усталостью, с травмой, да, я знаю, или просто с несыгранностью нынешнего состава, некоторой несыгранностью? Все в совокупности. И несыгранность, и травмы, и усталость уже физическая накапливается. Все в совокупности. Ничего сразу не бывает, да. Сразу не бывает. Навалилось на носком проблем. То, что вы сказали. И травмированное, и ребята новые пришли. Все. Это требуется время для того, чтобы почувствовали друг друга, для того, чтобы сыгрались они. Все. Будем над этим работать. Я думаю, что все будет хорошо. Есть? Реализация стопроцентная. Добавил Патерьевич, согласны, что сегодняшняя игра, игра прошлого Толкса с протоколом 2, они во многом получились как подкопилку. Такой же брейклый первый тайм. Событийный и голый в конце. Примечательно, что и там, и там Гороковик забил. И более событийный и насыщенный второй тайм. И в связи с этим второй вопрос сразу. Видите ли вы динамику поражительную в игре Круба с первой игры этой части с Тюмени? И травмы мешают очень сильно нарадить что-то в этом направлении? На первую часть вопроса, в принципе, да, согласен с вами. И в игре с Спартаком они где-то в середине первого тайма имели преимущество во владении мячом в средней части пуля. И здесь тоже самое. Та же картина. Та же картина. Второй тайм. И там, и там. Лучше намного с играми. Но здесь нужно учитывать разный эмоциональный фон. Фон Спартак. Спартак. Настрой на Спартак. И для публики, и для ребят. Это одна мотивация. Команда торпеда, которая внизу. Здесь еще нужно и заставить себя. Да, заставить. Хотя они профессионалы должны это делать все. Но эмоциональный фон немножко другой. А то, что вижу ли я прогресс, ну я считаю, что определенный прогресс для тех ребят, которые в межсезонье пришли из второго дивизиона и не получают шанс играть в основном составе, это положительный момент. И то, что я уже до этого сказал, что нужно для этого определенное время. А чтобы все хотят положительной динамики, я в том числе, как главный тренер. Хотят положительной динамики сейчас и сразу. Но так не бывает. Так просто не бывает. А сказываются на всем этом то, что я до этого сказал. Сказываются и травмы, и все в совокупности. Чем-то удивил Карпин сегодня? Классно. На плане такси. Или это то, что ожидали? Ну, в принципе, мы изучали игру команды Торпедо. Каких-то сверхзадач они нам не поставили. Все то, что мы видели, то, что мы планировали, все было достаточно предсказуемо и читаемо. И, в принципе, если так взять, они ни одной сверхзадачи какой-то не поставили. Они в тупик нас не поставили. В основном угроза у них шла за счет ввода мяча из-за боковой бросков в Абратарскую площадь и борьбы. Ну, в конце там, ну, где-то нам может и повезло, что там Войдуль, если я не ошибаюсь, по-моему, после рикошета бил все. А так, таких каких-то стопроцентных голевых не было ничего. Так что, особо ничем не удивили нас они. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова